Мы заблудились в лесу и попали на давно заброшенный завод. Ночью мы услышали какие-то звуки, но мы точно знали, что находимся совершенно одни в этом месте. Ближайший населенный пункт находился в нескольких километрах от завода. Тем более, сейчас была глубокая ночь. Заглянув в соседний зал, мы увидели, как по комнате вальяжно плыло какое-то страшное шароголовое существо. Оно жутко улыбалось, недобро смотрело в нашу сторону. А перед началом данного видео, подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропускать мои страшные выпуски. Приятного просмотра! Внешне существо напоминает парящий в воздухе мяч с жутким лицом. Кстати, английское название монстра, Ball Face, в дословном переводе и означает «мяч с лицом». И действительно, судя по видео, существо размером больше напоминает мяч, нежели луну. Второе название монстр получил из-за своей бледной кожи и темных точек, очень похожих на кратеры, которые покрывают поверхность луны. Как я говорил ранее, существо свободно парит и передвигается в воздухе. Некоторые, повстречавшиеся с тварью люди, утверждали, что на существо просто не действует гравитация. Оно может летать как по поверхности, так и взлетать вверх или вниз. Ученые, изучившие существо, пришли к выводу, что оно не из этого мира, а также, что оно не имеет физической оболочки, а появляется в нашем мире исключительно как проекция. Поэтому существо невозможно поймать, ведь оно проходит сквозь любые объекты. Доподлинно неизвестно, почему данный монстр появляется в нашем мире и почему начинает преследовать человека. Единственное, что можно сказать, если луна-хулиган выбрал свою жертву, то очень маловероятно, что она сможет уйти живой. Это самый страшный монстр, но пугает он отнюдь не внешностью. Помимо всего перечисленного, существо может считывать самые потаенные страхи человека и проецировать их в реальную жизнь. Чаще всего жертвы луны-хулигана умирают от страха. При вскрытии бедолаг, повстречавшихся существом, было обнаружено, что независимо от пола и возраста, у людей просто останавливалось сердце. И еще бы, каково повстречаться с самым потаенным страхом своей жизни в реальном мире. Эта история основана на видеозаписях, найденных в лесу неподалеку от давно заброшенного завода. После просмотра видеокассеты, начальник местной полиции, которому были переданы улики в виде записей, обзавелся лишней прядью седых волос. Впоследствии жуткие записи были направлены особому подразделению, изучавшему паранормальные явления. Запись начинается с похода студентов в лес. На то, что это был отдых в лесу, указывали увесистые походные рюкзаки за спинами ребят. Постепенно настроение группы начинает меняться, так как, судя по записи, ребята немного заблудились и не могли выбраться из леса. Связи не было, и никто из группы не мог воспользоваться GPS, а выбраться, ориентируясь по старой карте, у них попросту не получалось. Ближе к вечеру погода разыгралась не на шутку. Стал лить проливной дождь. Видимость исчезла совсем с остатками хорошего настроения. Дальше началась мистика. Непонятно откуда появился заброшенный завод, хотя ребята уже не раз проходили это место. Выбирать не приходилось. Группа студентов мигом залетела в заброшку, так как мокнуть на улице под дождем не самая лучшая идея. Устроившись в одной из комнат с потолком и разведя костер, ребята немного успокоились и начали обговаривать дальнейший план действий, как правильно заметил один из студентов. Если есть завод, хоть и заброшенный, то неподалеку должен быть и какой-то населенный пункт. Нужно только переждать непогоду и выдвигаться дальше. В дальнейшем на записи камеры начинают появляться помехи и какие-то потусторонние шумы. Изначально кажется, что это дефекты камеры, но ребята тоже начинают слышать раздающиеся в соседнем зале шумы. Это очень странно, так как здание было заброшено явно не одно десятилетие. Подумав, что это какое-то дикое животное, группа студентов выбежала в соседний зал и просто обомлела. По зданию, плавно левитируя, передвигалось какое-то страшное лицо. Само существо было похоже не то на луну, а не то на мяч. Испугавшись, ребята разбежались по разным комнатам, допустив самую страшную ошибку в своей жизни. Бегая по комнатам, чтобы собрать ребят, оператор снимал ужасы, происходившие в дальнейшем со студентами. В одном из комнат сидела девушка, а вся комната была заполнена пауками. Даже неорахнофоба это зрелище вызвало бы мурашки. А та девушка неимоверно боялась пауков. Она просто сидела в углу комнаты и ужасно орала, до тех пор, пока не потеряла сознание. Не теряя времени, оператор ринулся в следующую комнату. В углу комнаты стоял, прижавшись к стенке парень. Во всей комнате как будто рухнул пол, а внизу была пропасть. Оператор знал этого парня. Тот дико боялся высоты. Дойти до следующего участника группы оператору так и не удалось. Так как, судя по всему, наш оператор боялся змей. Его путь переградил огромный питон, который медленно полз в сторону оператора. Через пару дней тела студентов были обнаружены на заброшенном заводе. Все комнаты и помещения оставались абсолютно нетронутыми. Нигде не было следов змей или пауков. Такое ощущение, что перед смертью ребята были тико напуганы, судя по застывшей маске ужаса на их лицах. Что вы думаете об этом? Пишите свои комментарии под этим роликом. А шесть рандомных попадут в начало следующего видео. До новых встреч! Подпишись на огонька!